400 компаний и 15 тысяч гостей и специалистов агропромышленного комплекса со всей России. Уже завтра стартует Агроволга. Международная выставка объединит масштабную экспозицию и деловой форум. Турецкие компании представят оросительные системы, иранские прицепы, Беларусь, оборудование для животноводческих ферм, Китай, систему параллельного вождения и цифровые технологии. Впервые на выставку привезли комбайн из Поднебесной. Международная промышленная выставка Агроволга позволит участникам ознакомиться с новыми достижениями в различных областях АПК, получить полную информацию о новых прогрессивных агротехнологиях, инновациях, мировых конденциях Агропромышленного комплекса, наладить и укрепить деловые контакты. Сегодня на площадках идут последние приготовления. Завезли всю технику, участники готовятся представить новинки. Подготавливаем технику, моем, чистим, чтобы клиенты были довольны, увидели нашу красивую и качественную технику. Компания-постовщик сельхозтехники из Высокогорского района – постоянный участник Агроволги. Говорят, задней выставке прямо здесь удается подписать несколько контрактов на поставку. В этом году покажут кормораздатчики. Этой модели кормораздатчики работают уже, наверное, около 10 единиц в Республике Татарстан. И все больше и больше спросом пользуется эта техника из-за сложности с кадрами. То есть здесь один оператор, он выполняет три функции. На сортоиспытательном участке представят более 250 новинок селекции. 30 сортов выведены татарским НИИ. Новый блок на выставке «Мейден Татарстан». Впервые Минпромторг Республики объединил производителей сельхозтехники и оборудования, чтобы продемонстрировать агропромышленный и научно-технический потенциал Республики. В третий раз пройдет конкурс крупно-рогатого скота «Караса Агроволги». В рамках выставки впервые пройдет международный турнир по обрезке копыт КРС. Больше 150 ветеринарных ортопедов-копытчиков из России, Беларуси, Казахстана, Боливии и Кубы соберутся на одной площадке, чтобы определить лучшего в своей профессии. Призовой фонд – 1 миллион рублей. Вторую часть брифинга посвятили нынешней ситуации в АПК. Пять метеостанций Республики регистрировали суховей. Частично страдают посевы в Арском, Сабинском, Нижнекамском районах. Дефицит влаги в Ютазах, Бавлах, Алькеевске и Лениногорске. Сейчас время для кормозаготовки. В планах заложить почти 3,5 миллиона тонн сенажа и почти 4 миллиона тонн силоса. В этом году погодный слой у нас для кормозаготовки для первого, второго класса очень хороший. Тут задача просто оперативно, максимально заготовить корма. 20 июля техника выйдет на уборку урожая ранних культур. Основная страда начнется после 27 июля. На вопрос журналистов, подорожает ли хлеб, министр ответил, значительного повышения не будет. Для стабилизации цен действует господдержка, субсидии хлебопекам. Одна из главных проблем в АПК – нехватка кадров. Сегодня каждый студент проходит практику в хозяйствах на селе, но возвращаются не все. Неплохая возвратность этих студентов на эти площадки, где они работают. Так как они практику проходят на этих предприятиях, как в частности РМ-агр, если взять, РМ-агр, они сегодня там не просто практику проходят, они сегодня зарплату за эту работу получают. Средняя зарплата в АПК сегодня 50 тысяч рублей. В сезон механизаторы получают значительно выше, отметил министр. Однако одной зарплаты недостаточно. Как привлечь кадры на село, управлять рисками в новых реалиях и развивать цифровые инструменты в агросекторе? Это и многое другое обсудят в рамках деловой программы «Агро-Волги». Вероника Гайнудинова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань.